В эфире телеканала ЭТВ Наши Новости. Прямо сейчас мы будем говорить о том, чем запомнился сегодняшний день нашим корреспондентам. Глава республики поймал на горячем дорожных рабочих. Укладка асфальта под дождем привела Сергея Аксенова в легкий шок. Столичные чиновники снова решали, куда девать мусор, обсуждали повышение оплаты за проезд в общественном транспорте и считали, сколько денег есть на ремонт дорог. Ремонт будем уже делать не литым асфальтом, а нормальным горячим асфальтом. Выездное заседание крымского правительства на этот раз прошло в Белогорске. Там глава республики посетил ряд социально-экономически важных объектов района. Не обошлось и без курьезных ситуаций. По дороге Сергей Аксенов встретился с дорожными рабочими, которые укладывали горячий асфальт прямо в лужи. Подробнее о заседании и об инциденте далее в сюжете. Глава республики в рамках поездки в Белогорск осмотрел дорожные работы на Федосийской трассе возле села Васильевка. Несмотря на погоду и условия, недобросовестный подрядчик ремонтировал участки с нарушением всех технологий. Мы же договорились, что даже если там где-то влажная погода, машина выдувает, сушит, накрывает вон тентом. Если нет этого, так лучше не делайте. Ну зачем? Это все на три дня работы. Ну что же это все? А? Ну вылетит. Ну, ребят, ну вы чего? Останавливайте работу, значит, в сутки. Не надо сейчас засыпать асфальт. Пожалуйста, ямы там готовьте. Все, закрыли тему. Никакого асфальта не высыпайте. В ближайшее время действия подрядчика будут проверены профильными ведомствами. С сегодняшнего дня ремонт дорог в Белогорском районе взят под строгий контроль, отметил глава республики. В ходе рабочей поездки Сергей Аксенов посетил среднюю школу в селе Зеленогорском. В последнее время в учреждении накопилось немало проблем. Через 5 лет после начала квотации начались у нас проблемы. Вот это крыло, правое крыло, с третьего этажа начинаем. На ремонт школы в этом году выделено 172 миллиона рублей. Дефектовку сделали еще в 2015 году. В начале проектно-смертная документация вся готова. Если какие-то моменты будут и нюансы не учтены даже, то есть мы в порядке сейчас вот такой системной работы. Подкорректируем все, что касается дополнительных закупок по оборудованию. Тоже там такие предложения будут представлены Министерством образования. А в общем школа будет в этом году реконструирована. Все, наверное, проблемы за 170 миллионов, практически все вопросы будут решены. Так или иначе. Проверили и качество продукции, выпускаемой в районе. Приборы, тут не у всех лабораторий такое есть. И мы очень рады, что завод наш восстановился. Потому что я работала здесь на старом заводе. Еще в Калкос, когда был. В Советском районе. Да, да, да. В Советском районе. В Советском районе. Лично я очень благодарна Юрию Анатольевичу Саверкову за то, что он возродил, что дал работу молодежи. Владельцы системные, директор молодой парень. Да, Министерство, вам очень-очень. Старается, видно, что порядок на территории есть. И в общем, что руководитель на своем месте. Также Совет правительства выдал генеральному подрядчику строительство федеральной трассы Таврида и автоподхода к Крымскому мосту ЗАО «ВАД» разрешение на использование двух земельных участков в селе Октябрьское Ленинского района, находящихся в госсобственности. Речь идет об участках площадью 3 и 10 гектаров, которые «ВАД» будет использовать для строительства временных или вспомогательных сооружений, включая ограждения, бытовки и склады стройматериалов. Не обошли стороной и фермерское хозяйство. Глава республики отметил необходимость в первую очередь оказать поддержку мелким и средним предприятиям сельскохозяйственной сферы. Вот сейчас мы контроль за этими проектами наладим. Все равно их по новой сейчас процесс запустили. Я переговорил с кураторами и с инвесторами. Поэтому думаю, что все реализуем. Просто плохо то, что почти каждый вопрос надо садиться и с ручкой записывать себе в блокнот и потом спрашивать за его исполнение. То есть должна система сама все равно заработать на этот счет. Но индивидуальное закрепление, я думаю, что решит этот вопрос, по крайней мере, на какое-то определенное время. Также был утвержден план основных мероприятий в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах республики. Кроме этого, на 2017 год запланировано продолжение работ по увеличению материального резерва республики. Дарья Костенко, Служба новостей и ТВ. Закрытие полигона в микрорайоне Каменка, увеличение стоимости проезда в общественном транспорте и замена дорожного полотна в городе. Столичные чиновники на оперативно-хозяйственном совещании обсудили насущные проблемы крымской столицы и попытались найти пути их решения. Подробности рабочей встречи у Мэри Бадденс. О том, что после закрытия полигона в микрорайоне Каменка в крымской столице произойдет мусорный коллапс, городоначальники говорили еще летом 2016 года. Они же обсуждали альтернативное решение постройку нового полигона. Но на это нужны были средства 800 миллионов рублей. В эту сумму входили компенсация тарифов, увеличение территорию вывозов и создание площади пересортировки. К сожалению, увы, у нас таких средств нет. Республика опять-таки не смогла нам найти эти средства. Вот так оно получилось, скажу так. Мы свои действия со стороны администрации сделали все. На сегодняшний день ежедневно убирают в основном центральные улицы. На все остальные спецтехника заглядывает только один раз в неделю. В компании «Экоград», которая занимается вывозом мусора, в наличии всего 38 мусороборочных машин. Из них 15 не работают. На спецремонт техники предприятие просит выделить дополнительно еще 4 миллиона рублей. Но проблема в том, что даже отремонтированные машины не решат проблему с нехваткой техники. В связи с закрытием ТБО одна машина по городу выполняет только один рейс в день. Раньше – три. Мы перешли на трехсменную круглосуточную работу. То есть водители один уходит, выходит из-за руля, второй садится и так круглосуточно. Конечно, техника не выдерживает. Вы понимаете, она вообще не отдыхает. Решить вопрос можно только одним методом. Мы его сегодня и озвучили. Это, естественно, увеличение парка спецтехники. Обратились к Питеру. Спасибо большое. Как всегда, дружеское плечо подставлено. Обратились к Минжи-КХ сейчас. Надеемся, что также в нашу сторону будут перенаправлены те проставящие машины в районах. Я думаю, что это просто логично и правильно. Правильно и без нарушений должны работать перевозчики. Теперь за некачественные услуги или хамство водителей к обслуживающему предприятию будут применены штрафные санкции. Эти пункты пропишут в новом договоре. В документе оговаривается и возможность увеличения тарифа. Проезд в автобусах будет стоить 16 рублей. Но это с условием, если перевозчик будет работать без нарушений и в ночное время суток в том числе. Мы сейчас смогли, нашли вариант того, что у нас в городе 50 маршрутов. 25 мы сейчас просто пролонгируем и включим туда данные пункты. 25, которые ранее не имели договоров, либо были заново сделаны, либо не было перевозчика, мы выставляем на конкурс на нерегулируемый тариф. Но это не должно никого пугать. Нерегулируемый тариф имеет верхнюю планку поднятия тарифа. Причем могу сказать так, что согласованная позиция Совета Министров, что это будет 16 рублей. Говорили чиновники о самой актуальной проблеме сегодняшнего дня – замене дорожного полотна. Из городского бюджета выделено 8 миллионов рублей. Этих денег на запланированные работы хватит до конца февраля. Остальные средства должны поступить из-за республиканской казны. К основной массе ямочного ремонта мы с вами где-то подойдем по срокам 15 апреля. Но ремонт будем уже делать не литым асфальтом, а нормальным горячим асфальтом, большими картами. Напомним, ранее было известно, что городские власти потратят на ремонт дорог 300 миллионов рублей. Но пока Совет Министров Республики выделил только 38 миллионов. Мэри Бадунс, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Новый прокурор Республики Крым познакомился с рабочим коллективом и изучил направление предстоящей деятельности. Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман представил Олега Камшилова как профессионала, прошедшего хорошую прокурорскую практику и заработавшего авторитет среди коллег. Раньше он занимал должности первого заместителя прокурора Красноярского края и Москвы. Назначение Камшилова на должность прокурора Республики Крым Государственный совет согласовал еще в декабре прошлого года. Кресло освободилось после получения Натальи Поклонской депутатского мандата Государственной Думы. После этого прокуратурой с приставкой ИО руководил Андрей Фомин. Олег Камшилов был утвержден в должности сроком на 5 лет 2 февраля указом президента Владимира Путина. Трудности жителей Каменки замечены городскими и республиканскими властями. Сейчас они занимаются организацией большого совещания, где детально рассмотрят проблемы населенного пункта. Администрация Симферополя всех вопросов решить не сможет, заверяет ее глава Геннадий Бахарев, ведь у местной власти нет полномочий заниматься инфраструктурой. На будущем совещании компетентные ведомства и министерства распределят свои обязанности в решении проблем района. Каменка уже давно считается не пригородом, а частью Симферополя. Однако на благоустройство, коммунальное состояние и инфраструктуру поселка пока не обращают такое внимание, которое уделяют центральной части крымской столицы. Когда изобилие проблем в Каменке начнут решать, этот вопрос мы задали главе Симферопольской администрации. Это наши вопросы. Каменка в черте города. Вы знаете, что мы сделали там. По Каменке достаточно серьезно революционных вопросов в черту города вошли, статус жилого дали, полигон убрали. Вспомните, да, там говорили определенные, что полигон вообще оттуда никто никогда не уберет. Мы все это делаем. При этом мы сейчас выходим на то, чтобы все-таки соцкультбит и обеспечение ресурсами было на надлежащем уровне. То есть это газ, да, постановка и строительство новых ТП, электроэнергии. Лично я занимаюсь этим вопросом. На прошлой неделе наша съемочная группа уже была в Каменке и общалась с местными жителями. Остро стоит вопрос бездорожья. Добраться сюда затруднительно для водителей. Кроме того, есть проблема газификации и электроснабжения. Сложности возникают у людей и при оформлении прописки в дома, в которых они уже давно проживают фактически. Дети падают регулярно, мы падаем, дорог нет, ямы жуткие, машины работаем на ремонт. В месяц два раза рессоры меняем. Там когда гололед на седьмой остановке, там невозможно выехать. Через день отключают свет, через день, а бывает на день по два, по три раза отключают. Как с маленькими детьми, с температурой. Пишу в интернете, в администрацию каждый раз в неделю. Ответ один и тот же. Каменка как бы не планируется сначала в 16-м, теперь в 17-м. Ну, наверное, если буду писать дальше, и в 18-м тот же самый будет ответ. У нас была бы большая просьба, чтобы эти дороги как-то нам сделали, освещение это сделали. Мы здесь живые все, мы здесь живем. У многих из нас альтернативного жилья нет. То есть это вот, это наш дом. Как стало известно, еще на прошлой неделе планируется совместное рабочее совещание представителей республиканской и симферопольской власти. Туда пригласят представителей инфраструктурных предприятий, местную администрацию и руководителей различных министерств, в сферу деятельности которых входит решение проблем жителей Каменки. Телеканал ИТВ и в дальнейшем продолжит следить за развитием событий. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, Служба новостей, ИТВ. Семья, которая не смогла смириться с националистическими идеями и уехала дальше от киевского режима в Крым, не может оформить виграционные документы. В отделении ФМС им отказали. Журналисты ИТВ обратились в республиканское управление МВД с просьбой разъяснить причину. Оказалось, семье необходимо вернуться на Украину, где уже продано жилье, а на эти деньги приобретен дом в Крыму. В конце прошлого месяца съемочная группа телеканала ИТВ побывала в гостях у мигрантов из Украины. Семья Абрамович год назад уехала из Киева по идеологическим соображениям. Продали там жилье, приобрели в Крыму дом. Но по сей день прописаться в нем не могут. Более того, не удается оформить постоянную регистрацию и ВНЖ. При наличии того, что ребенок здесь входит в школу, что у нас там нет жилья, что у нас как бы некуда деваться и здесь приобретен дом, даже этого не хватает для того, чтобы дать нам какой-то статус. Я, конечно, понимаю, что гражданство нам никто не даст, для этого нужно время, но мы переехали уже сюда на ПМЖ. Нам просто некуда деваться. Программа «Наши новости» обратилась в Республиканское управление ФМС, чтобы узнать, по каким причинам женщине отказали в оформлении миграционных документов. Мы получили следующий ответ. Со Светланой Николаевной Абрамович, прибывшей в Республику Крым из Украины, в телефонном режиме связалась заместитель начальника УВМ МВД по Республике Крым, подполковник полиции, и пригласила ее на прием в УВМ МВД по Республике Крым для решения данного вопроса в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством. В отделении ФМС женщине подробно разъяснили, ссылаясь на закон, что ей необходимо делать в сложившейся ситуации. «Единственный для вас выход из этой ситуации, вам нужно выехать на Украину на 3 месяца, то есть 90 дней. Глядя на наши миграционные, она видела, что у нас они просрочены, 90 дней нужно где-то быть. Быть у нас там негде, у нас там продано жилье. У нас как бы, понимаете, если бы еще приехать можно было бы каким-то друзьям на неделю, это одно, а 3 месяца никак, никуда мы не можем выехать». Светлане Абрамович с подачи журналистов и ТВ пояснили, согласно законодательству, женщине и ее семье необходимо выехать из Крыма в сопредельное государство на 90 дней. Спустя 3 месяца они могут вернуться обратно. На границе нужно отметить в миграционной карте пункт трудоустройства, затем в региональных органов ФМС оформить рабочий патент. К этому семья, купившая дом в Крыму, не была готова. Из-за того, что официально люди не могут устроиться на работу и оформить пенсию, в семье возникли материальные трудности. Теперь семья не знает, за какие средства, а главное, куда возвращаться, ведь свое украинское жилье они продали еще в прошлом году. Анастасия Калугина, Служба новостей и ТВ. Мы продолжаем выпуск, и во второй его части вы увидите. После рождения тройняшек молодая женщина стала инвалидом. Суд признал вину медиков, но они отказываются платить по счетам. Получить услуги быстро и качественно. Как работает многофункциональный центр в Крыму и что делать, чтобы не попасть на удочку мошенников? Подразумевает оно под собой упрощение получения гражданами государственных и муниципальных услуг, подразумевает под собой принцип удобства, комфортности. История о роженице матери тройняшек, которая стала жертвой халатности со стороны медиков, продолжается. В октябре прошлого года суд признал вину врачей Симферопольского роддома номер два по факту оказания некачественной медицинской помощи. По решению служителей Фемиды, медучреждению необходимо было выплатить больше трех миллионов рублей компенсации семье пострадавшей женщины. Медиков это не устроило. Сумма показалась большой, и чтобы уменьшить ее в пять раз, сторона ответчика подала на апелляцию. Сегодня состоялось заседание, на котором присутствовала и наша съемочная группа. В 2011 году Залина Усейнова едва не погибла после родов, в результате которых на свет появились тройняшки. Повреждения сосудов брюшной полости, внутреннее кровотечение и потеря больше четырех литров крови, геморрагический шок, кома и инсульт. После всего пережитого Залина осталась инвалидом. С тех пор ее мать пытается добиться справедливости. На протяжении трех лет длилось следствие по факту оказания некачественной медпомощи. Уголовное дело закрыли. Семья подала гражданский иск. Три судмедэкспертизы подтвердили факт халатности. Второй Симферопольский роддом должен был выплатить семье компенсацию свыше трех миллионов рублей. Однако медики подали на апелляцию, чтобы сократить сумму в пять раз. Сегодня состоялось заседание апелляционного суда, где точку поставить так и не удалось. Медики настояли на приглашении представителей Крымского Минздрава и Совмина на последующие заседания в качестве соответчиков. Мы считаем, что это просто ведет к затягиванию судебного процесса. Считаем, что суд первой инстанции вынес законное обоснованное решение. Однако это право суда привлечь в качестве соответчиков и совет министров, и Министерство здравоохранения. Поэтому, учитывая, что суд поступил законно, мы переходим на первую инстанцию и заново будем рассматривать. Мы боремся со вторым роддомом, так если так можно сказать, с октября 2011 года. Но это право Верховного суда. Если это законно, значит законно. Но наши вопросы, почему второй роддом привлек в качестве соответчика властей республики, главный врач ответил коротко и лаконично, без аргументов и подробностей. Говорите, я не знаю. Скажите, почему решили в качестве соответчика привлечь Минздрав и СОПМИН? Ну, вы слышали, собственник. Будет ли выплачена сумма из республиканской казны? Вопрос пока остается нерешенным. С новым соответчиком дело будет рассматриваться повторно с первой инстанции, а значит, с самого начала. И неизвестно, на какое время процесс может затянуться. Следующее заседание будет уже в марте, где наша съемочная группа планирует присутствовать. Для матери Залины Усейновой судебные процессы, рассмотрение дела, попытки добиться справедливости длятся почти 6 лет. Женщина настроена идти до победного конца. Анастасия Калугина, Виталий Голубев, Служба новостей и ТВ. Получить услуги быстро и качественно. Многие крымчане воспринимают многофункциональный центр как некую диковинку и продолжают по привычке атаковать различные государственные и муниципальные учреждения. Как сейчас работает новая для Крыма структура и какие услуги предоставляет. Об этом далее в сюжете Мэри Бадунс. Многофункциональный центр был создан 1 декабря 2014 года и является достаточно новой структурой для Республики Крым. Однако за это время была проведена колоссальная работа. Сейчас открыто 18 пунктов МФЦ, оформленных бренде «Майдокументы» и соответствующих всем требованиям. Здесь можно получить услуги по 114 направлениям. Самыми востребованными остаются услуги Госкомрегистра составляет 60% от общей массы запросов. На втором месте у нас идут услуги ФМС. Это паспорта, прописка, регистрация граждан. И среди муниципальных очень востребованные, думаю, сейчас очень актуально. И большинство молодых мамочек меня поймут. Это очереди в детские сады и для обычных граждан это, конечно, архивные справки. Остальные услуги более-менее пока в состоянии такого раскачивания. Граждане, в общем-то, еще привыкают к тому, что эти услуги можно получить в МФЦ. В России МФЦ развивается уже 8 лет. Крымские специалисты усиленными темпами делают все возможное для того, чтобы получение государственных и муниципальных услуг в центрах и офисах было максимально удобным и комфортным, и чтобы крымчане как можно меньше сталкивались с проблемами в оформлении или переоформлении документов. В структуре трудятся люди, для которых работа не просто места, где они проводят большую часть своей жизни, а возможность делать что-то полезное и стоящее для общества. На сегодняшний день штат полностью укомплектован. Мы работаем для граждан, для их комфортности, для удобства. Соответственно, это вежливое отношение, соответственно, это определенное понимание того, к чему стремится МФЦ. И если человек понимает наши требования, наши критерии, нам что-то вовсе на подход к гражданам, то обучиться несложно. Мы набираем сотрудников обучения. Главной проблемой государственной структуры МФЦ по-прежнему остаются очереди. Как заверяют руководители, они абсолютно искусственные. Многие жители Крыма хотят все сделать побыстрее. На этом, к сожалению, наживаются недобросовестные люди. Бороться с мошенниками организации помогает отдел безопасности и правоохранительные органы республики. Сейчас опять возрос ажиотаж с очередями по услугам Госкомрегистра. И граждане, несмотря на то, что мы везде, во всех средствах массовой информации, неоднократно обращаемся к ним с просьбой о том, чтобы перерегистрация ранее возникшего права продлена до 2019 года. И эту услугу нет такой потребности, что нужно переоформлять именно сейчас. Граждане, в общем-то, все равно стремятся к тому, чтобы участвовать в этих искусственно создаваемых очередях. Опять же, люди специально, граждане, организовывают продажу талончиков, в общем-то, эти очереди, что вызывает недовольство граждан. Но чтобы окончательно покончить с очередями, нужно открыть больше многофункциональных центров. В этом году их должно быть 27. Это поможет на 90% перекрыть все потребности. Мэри Бадун, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. 2017-й в России объявлен годом экологии. В школах и университетах будут еще больше говорить на эту тему. Профильными министерствами разработаны специальные программы, в которых большое внимание уделили практическим занятиям. Детские сады тоже не отстают от тенденции. На первой встрече, посвященной году экологии, говорили о том, как нужно относиться к братьям нашим меньшим. В детском саду «Ласточка» сегодня необычный утренник. Вместо песен и танцев – рассказы о домашних питомцах, о том, как их нужно воспитывать и как с ними обращаться. Идейные вдохновители мероприятия – руководство детсада и общественная организация «Верный друг». Я со своей стороны хочу выразить благодарность учреждению детского садика, руководству, а также организации «Верный друг», которые, в общем-то, организовали данное мероприятие. Потому что это очень хорошо, когда подобные мероприятия проходят с детками, начиная с малых лет, и прививают любовь к животным. Малышам еще раз рассказали – необходимо быть добрым к животным, не только к своим питомцам, но и тем, которые живут на улице. Но при этом нужно быть аккуратным и не стоит отходить от родителей далеко. Ведь дворовые собаки нередко дичают и могут по-разному отреагировать на прохожих. Но даже таких зверей можно сделать добрыми и ласковыми, уверены общественники. Мы готовим урок, всекрымский урок по законам милосердия. Это урок, который будет проходить в каждой школе и будет рассказывать о законе, который был принят в этом году, закон о жестоком обращении к животным, и также об отношении к братьям нашим меньшим. Хорошее отношение означает не только погладить животное. Этим уличным бедолагам зачастую нечего есть и негде спать. Чтобы хоть немного облегчить жизнь дворнягам, их собирают в приюты, где в тепле и сытости они ждут свою приемную семью. Корм и другие подарки работники организации с радостью принимают у всех желающих. На этот утренник родители с детьми тоже принесли гостинцы. Подарки дети подготовили самостоятельно, со своими родителями. Каждая группа приняла активное участие. Принесли корм животным, который, я думаю, доставит им немало удовольствия. Мы передадим с удовольствием наши подарки Обществу защиты животных. Я думаю, это будет системой. Мы в дальнейшем будем сотрудничать с такими организациями города. Мы будем активными участниками. Такие встречи нужны детям, чтобы воспитывать их добрыми и заботливыми, чтобы они в дальнейшем сами стали ответственными родителями и хозяевами своих домашних любимцев. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Ну а в Крым снова возвращаются морозы. И уже с завтрашнего дня метеорологи ожидают ухудшения погодных условий. Взаимодействие холодного и теплого воздуха приведет к усилению северо-восточного ветра до 25 метров в секунду. Также, возможно, голоднедится на дорогах. Как сообщают в гидромедцентре в республику, после короткой оттепели возвращается зимняя погода. До конца недели ночные температуры воздуха постепенно понизятся до 6 градусов мороза. В выходные дни местами ожидается небольшой снег, а скорость северо-восточного ветра ослабеет до 15 метров в секунду. Метеорологи предупреждают. В связи с погодными условиями 8 и 9 февраля возможно приостановка работы Керченской переправы. На текущей неделе в Крым постепенно пробьется очередная порция арктического холодного воздуха. Наступление холодного антициклона будет сопровождаться быстрым ростом атмосферного давления, которое до 770 миллиметров. Сегодня оно 740 миллиметров. Взаимодействие арктического холодного и теплого сезонного воздуха приведет к усилению северо-восточного ветра до штормового значения 20-25 метров в секунду. Таковы события сегодняшнего дня. Оставайтесь на телеканале ИТВ и узнавайте вместе с нами больше интересного. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова